В строительстве проектно-конструкторского технологического бюро Савелмаш наступил новый этап. В течение августа строители работали над важнейшей задачей – подготовить здание к подаче тепла до наступления холодов. Был закрыт тепловой контур здания, завершился монтаж внешней облицовки и окон, были установлены ворота и двери. На первом этаже началась гидроизоляция под бетонки. После этого строители приступят к заливке бетоном финишного пола в первую очередь на тех площадях, где будет установлено теплотехническое оборудование. На третьем этаже продолжился монтаж межкомнатных перегородок и формирование технических помещений для системы вентиляции, в которых уже монтируются вентиляционные решетки. Они нужны для очистки воздуха, создания чистых комнат в ПКТБ и для других задач. Пуск тепла в здание требует своевременного финансирования. Напомним, что до 31 августа включительно в проекте действует акция по привлечению средств на прокладку инженерных сетей. Пользуйтесь самыми выгодными в истории проекта условиями инвестирования. Получите до 50% бонусных долей и поддержите строительство ПКТБ Савалмаш. С 15 по 21 августа в Московской области проходила одна из самых статусных военных выставок мира – Международный военно-технический форум «Армия-2022». Савалмаш впервые принимала участие в мероприятии такого масштаба. На выставке компания представила более 20 собственных разработок. Наибольший восторг у всех посетителей стендов Савалмаш вызвал электровездеход БТР-80, модернизированный с применением технологии «Славянка». Специалисты высоко оценили безредукторную лифтовую лебедку, электроинструмент и бытовую технику со встроенным приводом на «Славянке», асинхронное мотор-колесо и другие разработки. Форум посетили почти 2 миллиона человек, военные делегации из 85 стран, специалисты профильных компаний и просто интересующиеся техникой люди. Сейчас Савалмаш уже работает с теми потенциальными заказчиками, которые проявили интерес к продукции и услугам компании. Разработки Савалмаш произвели большое впечатление и на СМИ. О компании, строительстве по КТБ и технологии «Славянка» подробно рассказали приоритетные информационные спонсоры форума и другая пресса, в том числе телеканал «Звезда» и одно из ведущих военных информагентств России «Милпресс». 6 августа в Конгресс-центре особой экономической зоны Технополис Москва неподалеку от строительной площадки Савалмаш состоялась международная конференция компании Solar Group. В мероприятии приняли участие 350 инвесторов и партнеров проекта из 16 стран. Перед ними выступили топ-менеджеры и национальные партнеры Solar Group, представители Савалмаш и компаний, которые модернизируют транспорт с применением технологии «Славянка». Гости конференции узнали, как движется строительство по КТБ Савалмаш и посетили стройплощадку, увидели транспортные средства и другие разработки на «Славянке», получили ответы на свои вопросы от руководства Solar Group и представителей Савалмаш, узнали итоги пяти лет финансирования проекта и пообщались с единомышленниками со всего мира. На одном из крупных заводов Китая началась подготовка к производству ручного электроинструмента по лицензии от Савалмаш. Генеральный директор созданного с этой целью предприятия – партнер Савалмаш Виктор Арестов. Производство электроинструмента начнется в этом году. Сначала на конвейер будут поставлены угла, шлифовальные машины и торцовочные пилы. Часть продукции будет поставляться в виде компонентов из Китая в Зеленоград, где будет осуществляться дальнейшая сборка и реализация в России и странах СНГ под брендом Савалмаш. Другая часть изделий будет поставляться на рынке Китая и Европы под брендом китайского производителя. Новые тесты электрокартов с двигателями на «Славянке» прошли на картодроме в Московской области. Техника была модернизирована командой Андрея Лобова. На карты установили электродвигатели с совмещенными обмотками. В испытаниях участвовали профессиональные гонщики. Им особенно понравилась развесовка электрокартов, которая позволяет преодолевать повороты быстрее и безопаснее, чем на бензиновых машинах. В течение месяца в рамках конкурса инвесторы проекта публиковали на своих страницах в соцсетях видеоролики, в которых рассказывали, почему они инвестируют в компанию Solar Group. Из 65 конкурсных роликов мы выбрали самые креативные и качественно сделанные. Победители получили денежные призы на основной счет в личном кабинете. С роликами можно ознакомиться по ссылке в описании. В личном кабинете появились новые инвестиционные пакеты, чтобы у вас было больше возможностей выбрать тот, который вам комфортно будет оплачивать. Это пакеты номиналом 35, 75, 400 и 500 тысяч долларов в рассрочку на 10, 20 и 30 месяцев. А также пакеты ранее бывших номиналов – 200, 250 и 300 тысяч долларов, но с новым сроком рассрочки на 30 месяцев. Также в личном кабинете обновился функционал заказа документов инвестора. Он стал более удобным для пользователей. Печатные версии документов равноценны электронным. Их оформление и доставку можно заказать в профиле личного кабинета. В разделе «Документы» – «Доставка». В личном кабинете стала доступна новая презентация проекта «Двигатели Дуйнова». Она отвечает на самые распространенные вопросы. Какие компании реализуют проект? Чем занимается инжиниринговая компания «Свелмаш?» Как технология «Славянка» сохранит экологию планеты и поможет вам заработать?» и другие. Презентация доступна на 13 языках и находится в разделе «Партнером. Материалы» или по ссылке в описании. Редактор субтитров А.Семкин